Олег Сароватко Сароватко Олег, он перед вами на экране. Я могу только одно сказать. Меня расстреляют, я никогда таких ножей сделать не могу, даже если меня переградят расстрелом. Мы с ним сняли кино, фильм. У него были в руках два ножа, оба для левшей. Мы решили в первую очередь позаботиться про левши. Если правши могут быть ножи хреновые, средние и хорошие, и супер, то для левшей нет никаких. Мы сделали два ножа. Один сегодня уехал уже к покупателю. Второй, который был тоже заказан, но не оплачен и похоже уже раздумали. Точно так же. Ты не привез охотничьи ножи? Есть у меня. Покажи. Был также желающий охотничий нож. Загорелся, но тоже замолчал. Тем не менее. Как бы ножи все одного плана. Кожа 4-х миллиметровая, толстая. Все ручные работы. Называется свободный подвес. Здесь такое клейно волчья лапа. Это как бы уже моя фирменная. Фирменная, потому что я давно делаю ножи, и чтобы мои ножи отличались от других. Это вот так вот. Стали, это кованный почипник. Стали, это откованный почипник. Своя кузня, сам кую. Стали почипник, обойма почипника Х-12. Ты еще и куешь, я думал, просто обрабатываю. Ничего себе. Здесь вот тоже есть мой знак. Гарда алюминий, береста набранная и свиль березы. Эка. Вот так покажем. Пусть завидуются. А кто купит, тот уже завидовать перестанет. Значит так, но мы садоводы или где? Мы садоводы. Мы начинаем так. А, цена? Пять рублей. Пять тысяч. Пять тысяч, да. Я считаю, что цена... Все наши заточенные, они все броют, они и делают. Эта цена только для... Если бы уже страна была побогаче, ее можно было бы за 20 продавать. Но исходим из-за этого, из покупательского спроса. Теперь так. Значит, два ножа демонстрировали, леворуких. Так. Значит, оба были заказаны. Один оплатен, второй завис. И ты еще один леворукий привез. Ох, кстати, показывай чудо. Вот это да! Хоть на эту сторону, хоть на ту. Вот. Окей. Ты только себе волосы не отрезай, а то это лысым станешь. Ты в прошлый раз волосы резал. Все ножи заточены до бритвенного состояния и... Да я вижу, но... Давай так, я садовод, садовод. Уступай место. Хорошо. Так, теперь самое интересное, чтобы сразу на леворуке не нарваться. Иначе я испорчу показ. Так, вот это как раз и есть леворукий. Леворукий. Да. Я ее убираю в сторону. Ага. Бери и садовки. Смотри, если ты ошибся, мы сейчас оба позоримся. Так, нож прививочный, заточенный на одну сторону. Значит, чтобы на будущее. Значит, есть... Это даже учеба. Мы же с тобой учебные фермы снимаем. Итак, значит, есть два способа. Один от себя. Причем иногда получается, но хуже получается. Вот я режу от себя. А самое главное, что некоторые, не зная, что надо режать на себя, что делают? Пальцы себя отрезают. Да. Так. Поэтому сразу мы делаем ножи. Заточка именно вот с этой стороны. Вот она. Запоминайте. Иначе вас все равно обманут в магазине, в интернете. Все равно. И из десяти одному повезет. Поэтому, итак, если я вот так держу нож, заточка с этой стороны. Одна стороной тоже. Вот. И вот так я этой стороной я точу. А это уже так, как заусенец с ней. Смотрим дальше. Итак, начинаем самое главное. Но я уверен в успехе. Вот бумагу режет. Все равно. Одним движением я должен сделать срез. Причем... Я отрежу порец. Старый волк. Уже резал сотни раз. Значит, что получается. Древесина всегда разная. У абрикоса, допустим, жестче, тверже, там. У яблони мягче. Приходится приспосабливаться. Но я постараюсь тебя не подвести, показывая твоё мастерство. Вот. Вот это вот срез, да? Вот он. Ну, дальше, как положено, на расстоянии одной треть. Эта лучшая капулировка делается вот так. Точно такой же срез состыковывается. Все. Итак, проверка фактически сделана. Итак, нож проверен вот с этого момента. Будем считать, что вот с этой минуты, что экзамен сдан. Так? И мы с тобой думали-думали. Наверное, последнее слово было за мной. Человек высылает 3000 рублей. Так? Вот. И тогда, получая этот нож, ему даже не придется, как сказать, тренироваться. Вот более нож хороший. Под любой нож уже подстраиваться. Под этот меньше всех. Если у меня уже другой нож, если я к тому уже привык, я должен сразу портить. Я испортил? Нет. Ну и все. Ясно. Итак, цена 3000. Валерий Константинович. Значит, дальше мы закончили испытание. Я снова предоставляю тебе слово, потому что нож это инструмент. К нему еще нужен подход, уход. Меняемся. Итак, уважаемые подписчики Валерия Константиновича. В первое видео мы как-то так по-быстренькому и по-скорому его так... Ну, как бы оно было пробное. Ножи как бы были пробные. Ну, первые сделали лероворуки, пообещали праворуки. И как бы мы не думали, что так сильно народ, что это востребованный народ так откликнется. Уже буквально на следующий день у нас уже появились давай нож, давай нож, давай нож. Вот. И я, как бы сказать, я гарантирую, то есть, качество этого ножа. То есть, это хороший инструмент. Вот. И за инструментом нужно смотреть. Поэтому, то есть, человек, который возьмет этот нож в руки и будет им работать. Вот. Бывает всякое. Где-то нож упал или там на вот этих прививках какая-то будет там пыль, грязь или что. То есть, нож все равно через какое-то время, он все равно может потупиться. Хотя сталь здесь, Х-12, как почетниковая сталь, на крепкая сталь. Вот. Но нож все равно будет садиться. Вот. Поэтому, можно просто, я думаю, у каждого садовода найдется кожаный ремень сталь. Любой кожаный ремень, либо кусок кожи. Эту кожу можно положить на стол. Вот так вот ремень. А можно сделать вот такой брусочек, как и я сделал. Обыкновенный брусочек. Кожу. Два возика прибил. И с этой стороны у меня натерта паста Гоя. Паста Гоя. Полировочная паста, которая продается в хозяйственных магазинах. То есть, там ее цена 20 рублей. И все ты себе вот намазал этой пастой. И все. Значит, нож как правится? Правится нож. То есть, если это нож праворукий, здесь вот вы видите заточка на одну сторону. Правится вот просто. Ложится на стол. И вот так вот о себя. Четыре, пять, хоть десять раз. И с этой стороны ровненько уже проводишь. Чуть-чуть. Все. И нож у вас уже направленный. То есть, этот нож у вас будет работать. Ну, я там не знаю, сколько сделаешь. 20, 30, 40 или 500. Я не знаю. Я таких количеств еще не испытывал. Но то, что, как бы стал сказать, сталь здесь хорошая. Именно для вот этого дела. Я мог бы, конечно, сделать еще сталь. Тверже инструменталку, допустим, я могу сделать. Но это уже будет сложность в работе. Мне будет его сложнее полировать. И сложность будет и подписчикам. Потому что его нужно будет только направить, заточить на алмазе. А алмаз это на дополнительные расходы и все. Ну, вот такой рабочий нож. Что еще сказать? Мы уже говорили про него. По технику безопасности хоть кто-то сказал. По технику безопасности будьте очень аккуратны. Потому что, допустим, Валерий Константинович, он прививает, он тянет на себя. Вот так вот. Вот у него. Он вот так вот. А я работаю, хоть я правша, я работаю лево руки. Я привык всю жизнь пребывать деревья вот так вот. И мне даже, если они заточены и острые, у меня все время, когда уже заканчивается время прививки, я хожу долго с этим, с лейкопластырем. Потому что, как бы я аккуратно не старался, я все равно чуть-чуть где-то цепляю. Чуть-чуть цепляю и все. То есть, а переучить себя я уже не могу. Потому что у меня так память на мышцы или мышцевая память, то есть она уже как бы так сработана. Ну что я могу сказать. Ну что. Ну как-то так. Все они отточены. Все они Все эти ножи строгают. Вот. Если взять вот так вот. Ну слов нет. Можно и колбаски порезать, если приспичится. Мне больше рекомендовать делать это. Не операцию как. Я не знаю. Я не знаю. Мы уже показывали. То, что он броет. То, что он броет. Ну все. Ну как-то так. Все просто. Ну если будут желающие. Теперь я скажу о перспективах. Перспективы не очень. Я даже мало того. Я даже людей немножко буду держать напряжение. Да. Сейчас я тебе показал 6 заказов. Оплачены. Так. Вот. Дальше что. Пришла. Это было вчера. И такой был напряженный, напряженный день. То есть. Было много вопросов. Не все хватали. Это. Ножи. А просто было. Напряжение было. Вопросы были. Вот. И есть человек например. Да я тут же заплачу. Покажите мне это. В кино. Вот. То, что мы сейчас. Тогда он говорит. Я заплачу. Вот. А дальше тишина. Не. Ну так. Я давно занимаюсь ножами. Я знаю. Некоторые даже. Все. Я вот этот нож беру. Номер карты называю. Я говорю. Номер карты сказать. Потом потом. И все. Человек. Ну. Всяк. У кого-то проблемы. Там может быть с деньгами. Кто-то что-то другое нашел. Ну. Как бы сказать. Три тысячи. Ну. Да. Кстати. Отзывы какие. Если нож хороший. Три тысячи. Это очень дешево. Люди уже нарывались. Я тебе говорю. Вот так ты сказали. Если ваш нож хороший. То три тысячи. Это даже дешево. Это не дорого. Потому что посмотри на Алиэкспресс. На Валборис. Вот эти ножи модные. Я же говорил. Этот Альянский. Этот буйвол. И эти. Кино. Немецкие. Ну. Они же стоят. Семь-восемь тысяч. Но. Где гарантия. Что ты. Купишь. Не китайщину. Никакой. Гарантий никакой. Кстати. Я забыл. Вот нож. Который. Сильно. Сильно. Раскрутили. Я уже все прекрасно. Уже говорю. Человеку. Покупай. И вдруг смотрю. Там написано. Самурай. Причем тут Германия. Конечно. Германия. Причем. Если на нем выбито. Самурай. Валерий Константинович. И как я человеку порекомендую. И вдруг бах ты мне попался. Со своими ножами. Меня задолбят. Вот. Вплоть до того. Вот. Пришите нож. Где я возьму нож. Я прочитал комментарии. Читал комментарии. Там. Первая я попросила женщина. Да. Вот. Вот. Ей самый первый отправил нож. Потому что для женщины у нас как бы всегда будет без очереди. Ага. Женщина. Я отправляю в первую. Она наверное. Она наверное нас смотрит. И поэтому ей я отправил. Она говорит. Я первая. Ладно. А ты гарантируешь что. Через день привезешь еще три ножа. Привезу и. Чтоб меня не начали бить. Вот это нож я сделал для нее. Ладно. Ты не перепутай. Почему? Потому что. Да ладно раз у тебя такие. Давай сейчас. Потому что. Сейчас мы откручимся и пометим. Потому что у женщины ручка поменьше чем у мужиков. Тут видишь какие рукояти такие хвата. А я сделал ей такой как бы по этот. Ну такой. Сейчас. Давай теперь мы отключаться будем. Подпишем ножи. Тут напишешь для той женщины. Для той женщины. Да. Так. Пусть будет. Но. Последний еще скажу. Получается так. Два ножа было для леворуких. Для ушей. Еще один привез. Три. Продан один. Два зависло. Ребята. У кого друзья. Эти самые. Левши. Чтоб потом не получилось. Сегодня лежат никому не надо. А завтра. Ой. А уже сезон. Привег закончился. И это тоже плохо. Главное. будет. Вот. Вот. И этот же нож я показываю как он строгает. Все понятно. Так. Давайте отключать. Вот. Я надеюсь на вторую волну интересов. Почему? Потому что сегодня много завтра нет. А потом заканчивается сезон. Да. Вот. Ну что. До свидания. Поговорили. Всем до свидания.